Да, естественно, я клоун и клоун. Ну, есть такое понимание, что уличный театр — это одна из основ театра, и клоунада — это одна из основ вообще мирового театра, и клоун — это наивысшая степень мастерства артиста. Настоящий цирк, он, как говорят, опилками пахнет. Вот как бы он... Там не так важно, чтобы артист сделал восемь сальто. Пусть он одно сделает, но так, чтобы зрители сказали, ах, по духу цирк Дюссалия от цирка отличается так же, как Макдональдс. Ресторан отличается от ресторана французской кухни. Как бы вот примерно так же. А так, в принципе, да, хорошо, зато много бутербродов. Ну, сейчас я уже представитель нескольких редких профессий. Это... Я артист уличного театра, традиционного уличного театра. То есть это очень редкая профессия. Но, во первую очередь, клоун, белый клоун — именно носитель двух традиций. Одна из традиций — это цирковая французская традиция белой клоунады, и вторая — русская философская. То есть одна такая традиция — очень... там изысканная форма и такие большие каноны традиционные, как классический балет практически. А вторая русская философская — это... очень мощная философская основа. Очень большая такая платформа из системы Станиславского Михаила Чехова. И профессия клоуна... Она подразумевает совершенный уход из жизни обычный, социальный. И все клоуны, которые были, они вот всегда жили вот... Ну, то есть по своим законам, как каста. Очень уединенно живем. Мы жили когда-то в столицах. В Париже жили, в Лондоне, в Москве, в Санкт-Петербурге. Ну, так, по большим срокам. И много где еще, по маленьким. Но потом так оказалось, что мы уехали в маленькое такое местечко на границе между Востоком и Западом. То есть там Европа, через речку Россия. Любопытное местечко. И там мы живем. И ни с кем, в общем, тогда не общаемся. Но здесь одиночество вообще, это удел человека. Конечно, я понимаю, что у меня, наверное, оригинальный взгляд на жизнь в силу того, что я ни с кем не разговариваю. Мой телефон звонит, может быть, там раз в неделю. Мне безумно повезло в том смысле, что вот когда еще Полонин сделал лицедеев, это был огромный взрыв вообще в районе, в масштабе земного шара, что такой кавоунской команды не было на тот момент лет 30-40. Почему-то так сложились звезды, не знаю как. Есть ряд причин, конечно, как это все получилось, но это все, конечно, большущая случайность и величайшая удача. И когда я к ним попал, я попал просто, ну для меня это был рай. Я попал в мир совершенно сумасшедших людей, у которых совершенно свои ценности, свои табу. И они не имеют ничего общего с тем, что снаружи. Медонна Буглион, она когда-то ассистировала Сальвадору Дали. Она работала с группами Pink Floyd, Rolling Stones и так далее. Она делала, называлась рок-цирк. То есть они у нее выступали. Когда от Александра Буглион там цирк остался от его отца, вот этот в центре Парижа цирк Буглион, там кто-то из Буглион занял его и так далее, и так далее. Ей на следствие достался небольшой театрик в очень хорошем районе, вот от Ильфелевой башни напротив, через речку. И там она чудила-чудила и закончилась тем, что она начала, сделала такой дом клоунов. Но она строила из меня какую-то мечту, потому что белых клоунов к тому времени уже не было. То есть были именно белых клоунов такого класса, которого вот она хотела создать. Были люди, которые делают грим, одевают костюм, что-то ходят там. Но вот она хотела создать вот такого клоуна какого-то. Она мне показывала картинки, рассказывала, дрессировала меня. У нее был такой стек, который лошадьми управлять. Шлепала меня по разным местам, как бы. Кстати, балет раньше, репетитор в балете с палкой был. Он палкой бил артистов. И говорят, что потом упразднили, что как же так артистов бить. А на самом деле это очень сложно объяснить. А тело, человеческая боль очень хорошо чувствует. И малейший толчок в правильное место, оно передает, где зажато. Да, там нужно расслабить. Или наоборот. Потом Полунин. Мы поехали в Лондон на гастроли. Полунин в Лондоне жил. Он пришел, тоже прибежал за кулисы, говорит, блин, белый клоун. А он как раз только сделал сноу-шоу. Тогда играл Полунин и еще один человек. Они вдвоем играли. И они вдвоем в Лондоне. Лондонская публика, она очень-очень сложная публика. Они когда играли, было слышно, как муха летит. То есть, такая тишина и такое внимание они держали. Это был великий феномен. И он говорит, что нужно сделать спектакль, где белый и рыжий. Потому что на тот момент тоже лет 30 уже не было представлено в формате спектакля или номера белый и рыжий клоун. Это очень странный феномен, что когда белый и рыжий соединяются, вдруг происходит мощнейшая энергия. И мы сделали спектакль, который проверили. Да, действительно, мощь огромнейшая была. В Голландии играли, там тысячные залы. И спектакль длился два с половиной часа. И люди сидели. Потом выходили оттуда и рассказывали, про что они видели, что там кто-то видел войну, кто-то видел еще что-то. Ну, то есть, там открываются большие ассоциативные пласты у человека. Это практически как фауст. То есть, очень мощная такая тема. И она решена в клоунаде. Цирк Дюссалей к цирку не имеет никакого отношения. Как бы. Это шоу-программа, это бизнес-проект. Они взяли, с одной стороны, эстетику, которую создал Валентин Гнеушев. Вернее, не создал, а выкрестилизовал. Это московский режиссер цирковой, который был, пока был Никулина, он при Никулине делал цирк и создал мощную школу и большущую лабораторию. Он вывел некоторую вот эту вот такую очень красивую эстетику. Потому что цирк, он не столь красив был, не столь изыскан. И он потом его номера несколько раз завоевали на цирке завтрашнего дня в Париже. И он повлиял на, ну, то есть, очень сильно повлиял. И, с другой стороны, Полунин, он был приглашен. И первое шоу «Алегрия», которое у цирка Дюссали стало звездным и прорывным, оно было построено на номерах, которые сейчас в ноу-шоу. И Полунин его сделал, в общем-то, создал. И с этого начался цирк Дюссали, как мощная такая штука. Там 10 выходов в неделю. То есть, это невозможно. Полунин убежал оттуда и потом вычислил, что пять раз в неделю может артист выступать, для того, чтобы сохранить свое, ну, максимум, чтобы не выработаться. То есть, артисты там вырабатываются и возвращаются оттуда такими, какими-то никакими. Акробатика, там еще что-то. И мощная продажа. Ну, акробатика, почему говорю, что там очень было, работало русских сначала чуть ли не 80%, потом 60%. После Советского Союза развала туда набирали спортсменов. Причем спортсменов высочайшего класса. Акробатов и так далее. То есть, именно вот класса, там, участники Олимпиады и так далее. И за счет этого дальше это все пошло. А настоящий цирк, это совершенно, совершенно другое. Это совершенно другая эстетика. Очень. Ну, как, мне повезло в кино очень сильно. У меня в кино, я снимался у Андрея Сергеевича Кончаловского, в главной мужской роли, в фильме, который завоевал пальму-муловую ветки, в этот дом дураков. Потом фильм «Фараон» мы делали совместно с Сергеем Ивчаровым. Это «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля. Алексей Юрьевич Герман «Хрусталев в машину». Я снимался, это великий фильм. Еще где-то, не помню. Клоун полунинский, который тоже в Каннах завоевал. У меня там эпизод, маленький, но там фильм всего 10-минутный. Вот четыре фильма. Как бы, достаточно. Когда приехали в лучшие ученые театры мира, на караван мира, там были много разных театров прекрасных, и один из театров назывался «Рояль-де-люкс». Я когда услышал это сочетание, я понял, что театр должен называться так. Не тремя буквами. Даже не четырьмя. И какое-то время прошло, достаточно большое, лет через 10, наверное, только сформировалось. «Жираф-Рояль». Потом перевели, как на «Королевский жираф». У нас театр семейный. Мы с Ларисой в этом году 35 лет профессиональной деятельности, как мы совместно. И 27 лет сейчас нашей дочери, а она с 4 лет на сцене. Мы вот изучаем редкие жанры. И сейчас уже мы занимаемся больше системой передачи. Потому что, как это ни странно, эти же редкие жанры им нигде не учат. И учить этому очень сложно, но можно. То есть, раньше же как-то передавали. Мы вот системой передачи сейчас занимаемся. Сейчас занимаемся открытием, запуском онлайн школы, для того, чтобы дистанционно это передавать. Просто для того, чтобы открывать глаза и смотреть на публику, вот просто, мне понадобилось несколько лет. Ну вот именно этому умению. Потому что обычно, если вы заметите, артисты или что, они как-то так вроде смотрят на тебя, а глазки вроде бы у него стеклянные, как-то так вот что-то делает. А вот когда ты открываешь глаза, и во время представления ты позволяешь зрителям войти в тебя, как бы, да, и, ну, происходит такой контакт, очень мощный человеческий. Это, так вот, смех еще сложнее. Ну, настоящий смех. Потому что есть много гэков, там, примочек каких-то таких смешных. А это я сейчас только осваиваю. Ну, я клоун молодой еще. Я выбрал профессию, мы выбрали, которая с возрастом только лучше становится. У меня еще есть время. Я пока еще пляшу только так, на подходе к смеху. Но есть уже тенденции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok